Девушки отдыхают 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 Есть конкретные рекомендации, опубликованные. Центр общественного контроля в сфере ЖКХ проводит семинары. Очередной семинар состоялся вчера. Вечером семинар для активных собственников, где как раз-таки поднималась тема новой схемы оплаты за тепло. Из того объема уже поступающей информации, Андрей, действительно можно сказать, что неожиданно остро встала проблема, хотя вроде как СМИ активное достаточно внимание уделяли тому, что люди будем платить по-новому. И все равно очень вопросов много и недовольных тоже много. Действительно так. Я бы даже сказал, не просто остро, а злободевно и очень неожиданно. Хотя СМИ очень активно в этой теме работали и рассказывали простым жителям, простым гражданам, собственникам, что меняется порядок за отопление. Цифры, которые пришли в квитанции за сентябрь, не убедили собственников в правоте и в правильности принятия такого решения. Вот здесь было несколько факторов. Я считаю, что информационной поддержки со стороны государственной и муниципальной власти не хватало в первый-второй квартал 2017 года. Потому что активно очень по этому вопросу мы говорили в третьем квартале, когда было принято решение 2016 года о смене способа оплаты за отопление в следующем году. Схема. Да, способа, схема. Ну и, соответственно, в 2017 году, в первом полугодии, об этом мы практически больше не слышали. С чем это может быть связано, каждый может сделать вывод самостоятельно. Но это упрек сейчас в адрес чиновников, Андрей? Это упрек в адрес государственной и муниципальной власти. То есть, так как они принимают такие решения, они, соответственно, должны людям разъяснить эти преимущества и недостатки, и, соответственно, что может быть на практике. То есть, это очень важно, потому что сейчас мы на семинарах видим, что жители в основном не просто хотят разобраться, они просто недовольны цифрами. Некоторые даже не хотят разбираться. Говорят, откуда за два дня сентября мы получаем платежку в 5000 рублей. То есть, эмоции настолько сейчас переполняют жителей, что они не готовы это мешать конструктивно разбираться с случившимися. Они не могут на эмоциях конструктивно разобраться. Особенно, вот еще тогда небольшой упрек тогда в адрес энергосбыта. Они прислали квитанции в адрес собственников и мелким каким-то шрифтом указали, что это информационная квитанция, где, по сути, визуально эта квитанция напоминала, точнее, это информационное письмо напоминало визуально квитанцию. Ну, платежку обычную. Где была цифра за отопление 5000 рублей. И что, есть люди, которые пошли оплачивать? Да, и вот как раз люди-то спрашивают, почему мы должны платить 5000 за отопление. Когда начинаешь разбираться и смотришь их вторую квитанцию, которая настоящая от управляющей компании, там цифра за отопление 1000 рублей. И вот жители и люди пожилого возраста, они просто в шоке. Они говорят, почему мы должны с такой ерундой разбираться? Почему мы должны искать правду в этой квитанции или в другой? Нам нужна полная прозрачность и доступность информации, чтобы мы получили одну квитанцию, был понятен расчет, откуда эта цифра взялась. И мы ее спокойно сходили и оплатили в любом отделении Сбербанка или где-то еще. Но я, честно говоря, не помню вот такой квитанции. Была ли такая? Но как-то у нас были письма, и там такими мелкими-мелкими буквами было написано, что это просто информационное сообщение, и эта квитанция не должна быть оплачена, то есть не надо куда-то там идти. Мне кажется, что такие вещи вообще должны быть крупными буквами, вот вверху написаны, что это для вашей информации, это не квитанция, не платежный документ, не ходите с этим. Ну, понятно, пожилые люди, конечно, не разбираются, тем более, что сейчас у нас уже произошла такая смена квитанций, то есть у нас же раньше все было в одном документе, условно говоря, а теперь разделили на три или на четыре документа, то есть есть отдельный документ за воду, есть отдельный документ за оплату общего содержания имущества, еще что-то, плюс там платежка за капитальный ремонт. Понятно, что люди думают, все, ну вот еще одна квитанция пришла. — Оплатить-то ее, в принципе, возможно, она в банке-то пройдет, штрих-код. — Ее невозможно оплатить, там даже штрих-кода нет, реквизитов нет. — А, нет штрих-кода, ну слава богу, в банке ее не примут, если ее переносить. — Очень хорошо, что ее не примут, но вот эти эмоции все равно не переполняют, и желания-то у них нет идти оплачивать, потому что цифры просто пугают, у них или нет денег, или нет желания, или просто недовольство вообще всем. Поэтому вот тут такой момент, мне кажется, что за эти месяцы могут быть такие платежи, а может упасть в собираемость, на мой взгляд, из-за такой вот небольшой ошибки. — Вывод, конечно, пока еще рано делать, но то, что люди действительно огорчились, может, кого-то взбесило это, ну такая ситуация, да. — Ну я скажу, что такие случаи, конечно же, не у всех, и нельзя все под одну гребенку вести. Например, вот на прошлом эфире, когда присутствовали жители жилого комплекса «Олимп» на Калинина, 40, они, например, вообще не получили строчку за отопление в квитанции. То есть у них ноль. — У них не топят? — У них, по факту, это в сентябре получилось, что за отопление они платить не будут. То есть или у них отопление было в начале октября, и за сентябрь ничего не было, или там в конце сентября что-то было незначительное, что ушло в итоге на октябрь. На примере своего дома, например, по квартире у меня получалось за отопление 7 рублей 30 копеек. Я выкладывал квитанцию в социальных сетях. — Но у вас общедомовой счетчик стоит тепловой. — Да, конечно, такие цифры небольшие могут быть только при условии, когда в доме установлен общедомой прибор учета на отопление. — Слушайте, Андрей, ну вот у меня, например, стойкое ощущение, что большинство звонивших мне людей, вот нам сюда, в редакцию, они вообще не понимают, есть у них тепловой счетчик, нет его. Я думаю, что половина из них даже не знает, что он должен быть. — И вообще должен ли простой житель, собственник, понимать, есть у него этот счетчик, нет у него этот счетчик? — Вообще, конечно, мы должны понимать, потому что иначе возникает неразбериха такая. — Я бы сказал так, должны знать, но не должны с этими вопросами разбираться, потому что у каждого есть своя работа, свой дом, досуг, семья. Люди должны заниматься своими вопросами, а эти все вопросы ЖКХ, они должны за плату кому-то доверить, чтобы за них эти вопросы решали. И как раз управляющая компания была с этой целью и создана, чтобы все вопросы, которые относятся к обслуживанию общедомового имущества, в том числе теплосчетчика, водосчетчика и так далее, они как раз за плату бы решались. Но получается так, что в нашем правовом государстве необходимо свои права защищать и интересоваться вопросами, которые могут непосредственно коснуться вас и вашего бюджета. Соответственно, нужно как минимум узнать, стоит ли общедомовый прибор учета в доме, а второе нужно узнать, является ли он коммерческим, то есть поверен ли он, не сломался ли он, используется ли он для расчетов с теплоснабжающими организациями. То есть вот эти все вопросы, я считаю, как минимум нужно узнать. Это несложно. — Где эту информацию можно получить? — В управляющей компании или в товариществе собственников жилья? — Я думаю, после проявления всех этих вещей, когда плата существенно подскочила, я почему-то уверен, что многие начали интересоваться, установлен ли у них общедомовый прибор учета? Не установлен. Если есть он, то почему все равно такая плата большая? Что-то мне подсказывает, что действительно так происходит. — Вообще, мне кажется, сейчас, конечно, происходит, может быть, не самая приятная ситуация в управляющих компаниях, потому что каждый житель звонит в управляющую компанию с одним и тем же вопросом. Что за ерунда у меня в квитанциях? Есть у нас счетчик или нет? Ну, вообще, наверное, старшие по дому, где они есть, могут эту информацию как-то до соседей донести. — Централизованно. — Да, ну и мне кажется, что да, с соседями тоже, конечно, надо дружить, общаться там, да, и спрашивать, если вдруг ты чего-то не знаешь. Может быть, твой сосед уже выяснил эту информацию. — После перерыва я предлагаю как-то сосредоточиться на конкретных примерах, да? — На цифрах сосредоточить очень сильно. — У тебя есть возможность уже тоже поделиться своей информацией. Я, признаюсь, какую-то еще беспечность проявил. Я квитанцию забрал из почтового ящика. — А у нас не принесли квитанцию за отопление в этом месяце и сказали, что принесут в октябре. — Я квитанцию забрал, я ее положил, пока еще не вскрывал, не знаю, что... — Володя, сегодня 18 число, нужно уже оплатить. — Сюрпризом. Я под Новый год оставлюсь. — Хорошо, хорошо. — 211-101, напомню, номер нашего телефона, мы будем принимать ваши звонки, слушатели. Сейчас небольшую паузу сделаем. Продолжаем нашу беседу. Андрей Воробьев, руководитель автономной некометчерской организации ЖКХ «Эксперт», эксперт общественной палаты Кировской области. Новое правило, новая схема оплаты за тепло. Мы сегодня ее обсуждаем. — И новые платежки, которые получили кировчане, да? И у нас, я так понимаю, на линии сейчас кто-то как раз из тех, кто получил такую платежку. Добрый день. — Добрый день. — Здравствуйте. — Здравствуйте. — Как вас зовут, простите? — Сергей. — Сергей, да, слушаем. — Это Коминтерн. Вот у меня две квартиры. У меня две квартиры, соответственно, две платежки. В одной квартире в доме стоит счетчик, во второй не стоит. Там, где стоит, 520 рублей за тепло. Там, где не стоит, 3400. — Ого. — Это как понять? — Ничего себе. Это такая квартира у вас большая или много народу? — Почему они примерно одинаковые по площади? — На сколько площадь? Какова площадь? — Ой, общую я сейчас не скажу, а жила 35. — 35. Порядка 40 квадратных метров или что получается, да? — Да, я думаю, что порядка 40 квадратных метров и показания вполне соответствуют той логике, которая присутствует при новой системе оплаты за отопление. Так как 500 рублей это как раз было за несколько дней сентября. У нас отопительный сезон начался с 18 сентября, но подключение было где-то в 20-х числах у кого-то в начале октября. То есть 500 рублей за ту квартиру, где в доме стоит теплощетчик, это вполне адекватная цифра. Да, соответственно, в том доме, где примерно такая же у вас площадь, но теплощетчик не стоит, 3000 рублей — это как раз та оплата, которая получилась с учетом коэффициента полтора, который у нас появился в сентябре месяце. — А что это за коэффициент? — Это коэффициент, который получился при переходе с равномерной оплатой системы за отопление на фактическую. То есть у нас равномерная была, когда норматив, в начале норматива применялся с коэффициентом периодичности 8-12-х, то есть 12 месяцев и 8 из них отопительных. Сейчас этот коэффициент убрали, и у вас плата автоматически, ну это математика, выросла в полтора раза. — Ну у меня тогда такие... — Да, но смотрите, какой у вас плюс. Вы заплатили эту цифру за сентябрь полностью, так как вы платите по нормативу, но последний месяц вашей оплаты, вне зависимости от того, когда закончится отопительный сезон, будет апрель 2018 года. То есть, если отопительный сезон будет в мае, или растянется, холодный будет в июне, вы все равно заплатите последний раз за апрель. — У меня тогда вопрос к нормативу. — И у вас еще плюсом в первом квартале 2018 года, за счет вот этой переплаты за сентябрь, октябрь-декабрь, будет корректировка в отрицательную сторону, вам вернут еще часть денег за такую переплату. — Все равно у меня вопросы к тарифам, к нормативам. Это что за норматив такой? В шесть раз. Счетчик 500, без счетчика 3400. — Нет, смотрите, вы же по счетчику платили только за фактические дни потребления, отопления, да? То есть, в сентябре у вас, ну, может быть, 10 дней было. — Хорошо, это одна треть. Хорошо, вы увеличили в три раза 1500 и 3400. — Вот эти 1500 нужно умножить на полтора раза, вот, и, соответственно... — Плюс 700, это 2200. — Да, но норматив-то имейте в виду, что у вас рассчитан на 8 месяцев отопительного периода, а здесь вы сравниваете его с фактическим потреблением. — Андрей, ну, вот вопрос вообще на самом деле простой. То есть, возможно ли каким-то образом экономить тем людям, у кого сейчас не стоят тепловые счетчики? Это раз. И второй вопрос, а в октябре, вот в той квартире, в доме, где есть счетчик, какие будут платежи? То есть, если за 10 дней человек заплатил 500 с чем-то рублей... — Но в октябре будет примерно 1000 рублей за октябрь. — Нет, где счетчика 3400 заплатил. — Сергей? — Где нет счетчика, я заплатил 3400. — Нет, где есть счетчик, там 500. — Да, мы сейчас где счетчик пытаемся просчитать. — В октябре, когда будет полный месяц, то есть, вы заплатите где-то порядка 1000-1500, да, вот говорит Андрей? — Да. — Вот, хорошо, а та квартира, в которой не стоит счетчик, где плата 3400? Людям-то сейчас что делать? Им в срочном порядке собираться, собрание собственников проводить и требовать от управляющей компании установки теплощетчика общедомового? — Совершенно верно. То есть, необходимо еще было до конца 2013 года эти все счетчики установить. Но мы видим, что по состоянию на середину 2017 года порядка только в 70% домах города Кирова не установлено. — 70? — Да. — В прошлый раз, Андрей, вы озвучили 60%. — Такой вопрос стоял, мы даже разговаривали с нашей компанией управляющей. Но у нас как бы пол первого этажа до уровня земли, у нас нет подвала, и счетчик ставить негде. Это нужно какое-то отдельное здание пристраивать. — Что за конструкция такая? — Ну как, счетчик же нужно куда-то поставить или кому-то в квартиру, или куда-то... — Не-не, мы поняли, я Андрея Воробьева уже спрашиваю. — А у вас есть центральный тепловой пункт рядом с домом? — Еще раз. — Как тепло к вам подходит? Есть ЦТП? — Нет, труба пришла, нырнула под землю и пошла по квартирам. — Ого! — Ну вот, мы такие дома видели, есть такие дома на Дружбы 4, если мне память не изменяет нумерацию дома, но дом точно на Дружбы... — Это Баумана 4, дом Баумана 4. — У вас Баумана 4 в комментариях, да, я знаю, где-то улицы. Вот, я вам просто привожу пример, что вот на Дружбы 4 точно так же труба заходит в дом, и уже идет разводка по квартирам. Но и то там умудрились поставить теплощетчик, и доступ к нему идет через жилую комнату, через квартиру. То есть скрывается пол и снимаются показания этого теплощетчика. — Но это кто-то из жильцов согласен свое, да? — Да, он должен согласиться, а может и не согласиться. — Если нет технической возможности, то, конечно, тепловой счетчик вы не установите, это может проверить ваша управляющая компания. — Еще другой вопрос есть. Вот нас зимой топят, да и сейчас, собственно, топят очень сильно. Это вот где нет счетчика. Мы обращаемся в компанию, нам говорят, у вас рядом стоит дом высокий, девятиэтажный. И чтобы обеспечить им горячую воду, мы повышаем температуру. Но эта температура идет нам, и мы, так понимаем, оплачиваем даже то тепло, которое мы в форточку выпускаем, чтобы жить можно было. — Да, совершенно верно. Но плата ваша не изменится в зависимости от той температуры, которая будет в ваших квартирах. Или у вас будет 30 градусов, и вы будете форточки открывать, или у вас будет норматив на 20-22 градуса. Вы будете платить все равно по нормативу. Чтобы начать экономить... — Норматив-то ведь вывозится общий какой-то и для того дома, и для нашего. — Он для всех, мне кажется, общий выводится. — А если нас перетапливают, может быть, меньше топить, и норматив поменьше будет? — Нет, норматив меньше у вас точно не будет. — Почему? — Потому что норматив рассчитан как раз из нормативной температуры 20-22 градуса. Если вас топят больше, вы все равно заплатите одну и ту же цифру. Если вы хотите экономить, вам нужно устанавливать прибор учета и одновременно с ним устанавливать автоматическую систему погодной компенсации, которая позволяла бы как раз регулировать количество тепла в дом и поддерживать заданную температуру внутреннего воздуха в квартирах. — Это дорого, это все равно же жителям придется оплачивать. — Я прошу прощения. — А сколько сейчас стоит счетчик установить? У нас 12 квартир. — Ну, чем меньше квартир, конечно, тем плата с одной квартиры будет больше, но в среднем стоимость теплощетчика с проектом и с монтажом порядка 100 тысяч рублей. — 100 тысяч рублей. — То есть по 10 тысяч не объединяйте? — Стоит счетчик, проект и монтаж. — Да. — То есть счетчик сюда входит. — Да. — Хорошо. — Ну вот, да, но вам нужно в любом случае интересоваться и взаимодействовать со своей управляющей компанией. Ну, показательный пример. — Ну вот, пожалуйста. — Когда у нас в 20-х числах, в сентябре, да, начали ведь подключать жилой фонд? — В конце 20-х по факту. — В конце 20-х, то есть там неделя где-то была. — Вот и несколько дней у кого-то вообще не было. — Хорошо, ну вот смотрите, случай Сергея, он такой достаточно уникальный, потому что нет технической возможности поставить теплощетчик, ну или, по крайней мере, это сложно сделать, как он говорит, да. Вот. У нас есть дома, в которых есть подвал, и вроде бы все коммуникации в подвале, все хорошо. Вот. И тем не менее, платежки точно так же приходят с коэффициентом полтора. То есть мы понимаем, раньше делили общую сумму затопления за год на 12 частей, сейчас делят на 8, поэтому собственно в полтора раза и выросло, да. Вот. Людям-то что делать? Как понять, почему им считают по нормативу? То есть если насчитано отопление по нормативу, а счетчик есть, это значит что? Либо он не работает, либо... — Либо он неисправен, либо вовремя управляющая компания не провела поверку данного счетчика. — Так. — Но счетчик есть, люди знают, что он есть. Когда-то они платили тоже какую-то часть денег за его установку. Им делать что? — Им, во-первых, нужно обратиться как раз к тому лицу, который управляет домом или управляющей компанией от СЖЖСК. Вот. Если они никаких мер не предпринимают к его поверке и, соответственно, вводу в эксплуатацию... — А как узнать, что меры предприняты? — Ну, по крайней мере, в ответном письме они должны написать, что да, этот счетчик мы отправили на поверку, например. Ждем до середины, там, ноября. — Андрей, в какие сроки они должны ответить? — Они должны по данному вопрос ответить в течение пяти рабочих дней. — То есть, и это обязательно должно быть письменное обращение от ЖИЛСК? — Конечно. — Устное обращение по телефону? — Вообще все вопросы лучше решать письменно, вне зависимости от их значимости. — Ну, то есть можно отправить по почте, можно принести лично, но обязательно надо удостовериться в том, что там поставили номер входящего, да, как вот это делается, приняли этот документ к рассмотрению, зафиксировали, и после этого ждать ответа. — Да, да, совершенно верно. Если вас этот ответ не удовлетворит, то, соответственно, уже только потом обращаться в контрольные органы. То есть, я напомню, основной орган — это у нас Государственная жилищная инспекция Кировской области. Она уже выдаст предписание управляющей компании, то есть это такое властное требование провести, например, поверку или ввести ее в эксплуатацию или отремонтировать. Если они его не выполняют в установленный срок, то им еще может наложен штраф по суду. — А насколько, по вашим данным, распространена у нас в городе ситуация, когда счетчик есть, общий домовой учет и тепла, но по каким-то причинам... — Не работает. — Не работает. Не проведена поверка, там что-то еще не сделано. — А в интернете неоднократно известный общественник Виталий Абрам писал про управляющую компанию Ленинского района, которая, по его мнению, как раз и грешит тем, что она выводила счетчики в самые холодные месяцы. — Что значит выводила? Устанавливала? — Из эксплуатации. Нет. Каким-то образом они выходили из строя и уже не могли являться коммерческими, то есть для передачи показаний в теплоснабжающую компанию. И, соответственно, вместо больших цифр за фактическую оплату по счетчику в зимние месяцы жители платили по нормативу. И вот как раз сейчас заключено специальное соглашение, где до конца ноября управляющая компания обязана установить данные приборы учета в своих домах. И вот этот стимул, он с другой стороны подкрепляется тем, что теплоснабжающая компания не выставляет штраф в размере 10% от общего потребления тепла в рублях. — Кому? — Управляющим компаниям. Точнее, управляющей компанией как раз от Ленинского района, стимулируя их этим установить приборы учета в своих многоквартирных домах. То есть это очень большой и очень серьезный стимул. 10% от общей суммы оплаты за отопление. Приведу пример, чтобы просто вы понимали. — Давайте. — Тысячу рублей собрались дома. Если до конца ноября счетчики не будут установлены в нем, то с управляющей компанией, теплоснабжающая компания взыщет 1100 рублей, а этих 100 рублей невозможно взять жителей. — То есть управляющая компания должна будет заплатить это из тех денег, которые у нее на какую-то там внутреннюю деятельность заложены? — Да. — На другие расходы. — Да, это очень серьезный штраф 10%. То есть поэтому мы очень надеемся, что как раз вот эта проблема, о которой говорили в том числе в СМИ и в интернете об отсутствии приборов учета во многих домах крупных управляющих компаний, она будет решена. — В концу ноября? — Да. — Ну а так, если объективно, то это должно подстегнуть сейчас установку общедомовых приборов учета? — Это очень должно подстегнуть, причем не только крупные управляющие компании, но и все остальные, у кого данные счетчики в домах не установлены. Потому что штраф 10% он введен на федеральном уровне. То есть там четко написано, что оплата за отопление в тех домах, где счетчик не установлен, идет с повышающим коэффициентом 1,1. — Но в любом случае жителям, собственникам нужно находить время и силы держать эту ситуацию на контроле и требовать, требовать, требовать. Если они понимают, что у них там ничего не сдвигается с мертвой точки. Так, правильно? — Да, конечно. — Только лишь при непосредственном контроле. — Мы сейчас про активных жителей поговорим, да, после перерыва, после небольшой рекламы. Продолжается программа «Дневной разворот». В студии у нас, напоминаю, Андрей Воробьев, руководитель автономной некоммерческой организации «ЖКХ-эксперт» и эксперт общественной палаты Кировской области. Обсуждаем тему отопления, да. — Одна из самых обсуждаемых тем в городе. — Новой квитанции стали получать наши жители. Насколько я понимаю, у нас есть звонок. Добрый день. — Здравствуйте. — Здравствуйте. — Как вас зовут? — Меня зовут Сергей. У меня вопрос следующего плана. Можно ли в Ленинскую управляющую компанию написать в электронном виде письмо о том, поверен ли почетчик или нет? — То есть некий запрос сделать, да, в управляющую компанию? — Нет, ну чтобы это было так же официально, как в письменном виде. — Да, да, это можно сделать в электронном виде, но обязательно напишите, что вы просите получить ответ на это письмо или в электронном виде, или в письменном виде. — И укажите адрес. — Конечно. — Все, понял, спасибо. — А у вас, подождите, Сергей, есть какие-то подозрения, что счетчики не проверены? — Да, потому что, как бы, ну я старше подумал, мы с другим старшим подумали. Старше по подъезду, значит, вместе с другим, значит, ходили смотреть, значит, и, как бы, там у нас вопросы по теплощечку не очень понятны. — Ну уж для понимания ситуации, уделите нам еще полминутки. У вас что со сплатой за отопление за сентябрь? Какие суммы в квитанциях? — Вы знаете, значит, то же самое, еще не смотрел квитанции. — Да что же вы все, а люди! Мы к 18 числу обычно оплачиваем все. — Нет, я пояснял ситуацию, у меня автоплатеж настроен. — Не торопиться. — Спасибо. — Спасибо, Сергей. Так, продолжаем беседу. Мы про семинары еще хотели поговорить. — Мы обязательно, да, сейчас их анонсируем, потому что это очень важно. Проводятся в городе регулярно достаточно семинары, на которых обсуждаются как раз те вопросы, которые мы в том числе с Андреем поднимаем в нашем эфире. Все, кто хочет разбираться лучше в теме ЖКХ, кто является старшим по подъезду или не является, просто хотя бы вот, ну, понимать, да, что приходит нам в квитанциях, эти семинары могут посещать. Андрей, я думаю, сейчас анонсирует. Мы уже говорили о том, что вчера прошел один из них, да, приходило определенное количество активных собственников, как вы их называете. Много народу пришло? — По моим оценкам порядка 20, мы с лишним человек. — Что-то немного у нас активных кировчан. — Я бы сказал, что помещение в центре местной активности на профсоюзной 4-9 достаточно небольшое. Там, кстати, как раз параллельно это принимал Вячеслав Семаков, начальник Первомайского кирова. — Начальник Первомайского кирова. — Первомайского кирова. — Да. Мне кажется, это совсем будет жарко. — Таким накал страстистый. — То есть вчера это было на профсоюзной 4-9 в центре местной активности. Эти семинары, они проводятся всегда там или они проводятся в центрах местной активности в разных районах города и каким-то образом анонсируются? — Все эти семинары проводятся в различных местах. Как правило, в центрах местной активности. Вся информация о проводимых семинарах есть в социальных сетях Центра общественного контроля сферы ЖКХ на сайте Общественной палаты. Есть в социальных сетях группа ЖКХ на Вятке анонсируется. И вот, в принципе, их можно все посмотреть. — Андрей, ну вот, к сожалению, в большом, далеко не все люди пользуются социальными сетями. Особенно это касается пожилых людей, да, кто вообще, может быть, не очень дружит с интернетом. — Как раз пожилых людей приглашают, обзванивают центры местной активности. — Сейчас я найду телефон Центра общественного контроля в сфере ЖКХ, который звучит у нас неоднократно здесь. — Так, 38... — 38-14-77. — То есть туда можно звонить и уточнять. — Запишите, пожалуйста, кому нужно 38-14-77. Всю информацию можно узнать именно там. Центр общественного контроля в сфере ЖКХ. — Так, ну давайте анонсировать следующие семинары, потому что, я так понимаю, еще один будет сегодня. Я не знаю, Андрей, вы сегодня участвуете или нет. — Я сегодня не участвую, но сегодня будет семинар для активных собственников на тему благоустройства придомовой территории и участия в программе формирования комфортно-городской среды. — А, это уже с прицелом на следующий год, да, уже? — Да. Будет проходить, соответственно, по адресу Октябрьский проспект, дом 12. Это библиотека номер 18 имени Горького. Ну, соответственно, следующие семинары по отоплению будут проходить 25 октября и 24 октября. — Где? — 24 октября будет проходить на профсоюзной 77. Это библиотека имени Исаковой в 16.00. 25 числа в 17.00. На Кольцово 18 в центре местной активности. — Давайте вернемся еще к плате за отопление. Мы ведь не сказали о том, что, возможно, рассрочка. Давайте проговорим еще раз. Об этом городские власти уже заявляли и другие специалисты. Насколько я помню, если выясняется, что сумма, новая сумма на 25% превышает прежнюю, по прежней схеме, то можно получить... Нет? Все, Андрею передаю слово. — Да, когда Андрей улыбается, загадочно просто. — Как раз вчера на семинаре этот вопрос еще раз мы проговаривали о том, что если плата увеличивается за коммунальную услугу, например, за отопление, за любую, не обязательно за отопление, на 25% по сравнению с тем же месяцем, но прошлого года... — Да, просто поднять нужно квитанцию прошлого года. — Да. — То собственник вправе обратиться в управляющую компанию с просьбой предоставить ему рассрочку на срок вплоть до 12 месяцев. Но необходимо учитывать, что управляющая компания вправе также на эту рассрочку применить проценты. — Да ладно? — То есть она не беспроцентная, что ли, будет? Ничего себе! — Большинство управляющих компаний заявило крупным расчетным информационным центром, что эти проценты брать не будет. Но это право за ними сохраняется. Я напомню, процент идет, ставка рефинансирования центральной банкой, сейчас она называется ключевая, ставка 8,5 недавно убавили. Плюс 3% к ней. То есть получается 11,5%. — Ну такая, кредитная такая ставочка. — Да, то есть и поэтому каждый вот сам решает, как ему проще либо заплатить сразу, либо взять рассрочку и платить с процентами. — Но ведь надо понимать, Андрей, да, что он в сентябре, извините меня, пожалуйста, берет рассрочку на сентябрьский платеж, а в октябре приходят уже октябрьские платежи, и суммы-то там не меньше. То есть там то же самое, это тоже надо учитывать. — Как снежный комплекс, чтобы накапливаться. — Конечно, эта сумма будет накапливаться, накапливаться, накапливаться. Плюс 12%. — Да, то есть это не самый оптимальный выход из этой ситуации, но это как раз право вот таким методом перенести высокие платежи отопительного сезона на лето, например, следующего года, когда оплата там должна быть меньше. — Но это касается как раз и тех людей, у кого есть теплощетчики, и тех людей, у кого нет, которые сейчас считают за 8 месяцев. Еще Андрей хотел спросить, я не знаю, сможете вы проконсультировать или нет, но тем не менее есть ведь еще такая история субсидии. То есть не очень много народу, наверное, этим пользуется, потому что там определенный доход должен быть. Возможно, у людей не получалось оформить субсидии, просто меньше был платеж, чем нужно. Сейчас, когда он вырос, люди же могут что-то такое сделать. — Да, это как раз субсидии рассчитываются, исходя из последнего месяца оплаты за отопление. Первоначально. То есть если вы получили высокий платеж, например, за сентябрь, то и у вас плата по этой квитанции превышает 22% от совокупного дохода семьи, то, соответственно, вы вправе обратиться в управление социальной защиты, где вам рассчитают и предоставят субсидию сразу на полгода. То есть вне зависимости от того, какие суммы будут в ноябре, в октябре, в январе, в феврале, если получится так, что размер субсидий вам будет не хватать в зимние месяцы, то есть плата за отопление, например, будет очень высокой, то спустя полгода вам потом это все компенсируют. То есть вам потом доплатят через полгода за вашу переплату. И вернется на вас счет. Да, да. Не наличие дадут, естественно. А на карту вам эта сумма вся компенсируется. То есть это очень важно, и этого не надо бояться. Мне кажется, что в этом вопросе люди тоже должны поразбираться. Вот у кого есть возможность в интернете посмотреть, почитать, тот же вот центр ЖКХ-эксперт, да, можно, наверное, Андрей, к вам обращаться. Если вдруг у кого-то есть вопросы, что делать? Вообще выгодно, невыгодно оформлять эту субсидию? Потому что не всегда это очень большая сумма, прямо скажем, да? Не, ну для многих это существенно. Если там плата по 5-6 тысяч в месяц, а доход там, допустим, 15 тысяч, то получается в месяц, то можно спокойно обращаться. У меня еще один вопрос. У нас минута буквально остается. На ваш все-таки взгляд, Андрей, как ситуация вот с этой платой за отопление будет дальше развиваться? Пока мы не проживем этот год по новой схеме, вот только тогда все утрясется, все поймем. Либо, не знаю, какие-то всплески, недовольства, возможно, где-то вот будет, возможно, сбой. Не дай бог, конечно, у системы вообще какие-то астрономические суммы могут вылезти. Вот чтобы не произошло какого-то сбоя или астрономических сумм, необходимо взаимодействовать с управляющей компанией, со своей, по крайней мере, не всем, конечно, но активным собственником, старшим советом по домам. И как раз вот вчера на семинаре я выяснил такой факт, что те, кто, те собственники, кто одновременно с представителями управляющей компании снимают показания со счетчиков и контролируют его работу. И так тоже можно, да? Да. Это можно все в договоре прописать. То у них не возникает вопросов по оплате, хотя и цифры пришли значительные. То есть это... Но они видели своими глазами, что действительно там такие показания, это уже их успокаивает. И получая 3 тысячи, они знают, за что они оплатили. Вот это очень важно. Я считаю, что как раз вот такое взаимодействие должно снять большую часть вопросов, которые возникают при получении квитанции. И еще один момент я тоже хотела проговорить быстренько. Мы с Андреем в перерыве это обсуждали. Уважаемые жители, вот если у вас зимой, осенью, сейчас в квартире жарко, слишком жарко, как вот было у Сергея, который нам звонил. При этом вы знаете, что у вас стоит теплощетчик. Пожалуйста, тоже контактируйте с вашей управляющей компанией. Просите их, чтобы немножко, может быть, убавили температуру, потому что вот то, что вы не мерзнете, а наоборот, вам жарко в вашей квартире, вы сами будете оплачивать потом, потому что все это фиксируется. Хотя и счетчик стоит, который вроде экономить призву. Нет, счетчик как раз и фиксирует это все. Фактическое показание как раз не потом будут оплачивать, а как раз каждый месяц уже будут за открытые форточки оплачивать свои квитанции. Поэтому если жарко, радоваться рано. Спасибо большое, Андрей Урабьев, руководитель автономной некоммерческой организации ЖКХ «Эксперт», эксперт Общественной палаты нашего региона. Что-то мне подсказывает, что мы еще будем поднимать эту тему в нашем эфире. Спасибо, Андрей. Не прощаемся мы на этом. Новая тема через 20 минут. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Продолжение следует...